Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Закон о мобилизации – это классический пример, как не надо делать мобилизацию, потому что этот закон пишут люди, которые не живут с нами, по большому счету, в одной стране. И, конечно же, они пишут его так, потому что понимают, что лично их, их детей, друзей и родственников, соседей этот закон не коснется в принципе. Эти люди живут на планете, которая называется Печерский район города Киева, Липки и его окрестности. Нет, ну, конечно, у них дома там много где, но они вот кучкуются в том месте, где Украина, вот нормальная Украина, не живет. То есть эти люди, которые пишут законы, они не ходят в АТБ, в Сильпо. Они не знают, сколько сейчас стоит килограмм мяса, если вы продаете живую свинью. Они не знают, когда сеют буряки, когда покупать саженцы. Они не знакомы с жизнью, с которой знакомы люди, которые населяют страну под названием Украины. Судя по тем законам, которые они пишут, судя по глупостям, которые в этих законах прописаны, они не понимают, что в Украине есть люди призывного возраста, у которых, ну, просто нет смартфонов. Мало того, у них довольно часто, ну, вот в сельской местности просто выключают электричество, но у них телефон кнопочный. И это не обязательно, там, бабушка 80 лет или какой-то дедушка. Да, это просто люди, которые не пользуются смартфоном, у них нет соцсетей. И они все прекрасно чувствуют без соцсетей. И вот просто они не могут навести себе электронный кабинет. У нас нет ни одного закона, который обязывает человека иметь мобильный телефон, смартфон, зарегистрироваться в соцсети и вообще, в принципе, читать новости. Нет, смотреть телевизор, это уже, в принципе, ну, как бы больше привилегия умственных отсталых людей. Нет, ну, я понимаю, нормальные люди сейчас смотрят телевизор, имею в виду единый марафон, но чтобы поржать, ну, чтобы поиздеваться, чтобы изойти на зло, чтобы утюгом в телевизор бросить и больше не смотреть. Что другой цели смотреть телевидение? То есть телевидение убили. Люди, которые убили украинское телевидение, то есть у нас нет телевидения, оно было и его нет. Теперь принимают закон о мобилизации. То есть у нас был призыв, а его нет, потому что они же выгнали всех военкомов, ну, плохих, хороших, кривых, косых взяточников, взяли на их место тех, кто не может призывать вообще никого. То есть те старые плохие взяточники, негодяи, подонки, все-таки призывали, давали план, а вот эти вот новые, которых позвали, новые властители, они провалили все. И поэтому принимают закон те, кто не живет жизнью людей, которые живут вот здесь и сейчас. Они не понимают, что, допустим, в том же Закарпатье, у нас есть куча вообще, причем тут даже не в Закарпатье, там на Черниговщине, на Волыне, там в Сумской области, а там да где угодно. Есть просто места, куда человек, отказавшись от связи с внешним миром, спокойно переедет и просто выключится. То есть у нас возникнет колоссальный уровень, ну, дефицита просто рабочей силы. Человек вполне нормально может уволиться с работы и исчезнуть. И миллионы это сделают, потому что с ними обращаются по-скотски. Не так надо людей призывать в армию сегодня, простите, сегодня. Если вы оперируете соцсетями, смартфонами, обязательством завести себе электронный кабинет. Ну, у нас есть закон, который наказывает за незаведение электронного кабинета. Сколько лет у нас дает вообще? У нас есть конституция, алло, гараж, которую вы просто не сможете изменить, тем более военное время. То есть антиконституционные законы, ну это такое дело. Вы понимаете, что вот люди, которые исчезли, они исчезли с рынка труда. То есть вы просто взяли и обескровили страну. Мало того, когда вы говорите, что люди, которые находятся за рубежом, они должны выполнять законы, ну вот те, которые вы сейчас попринимаете, да, ну и пойти в консульство, регистрироваться, давать на себя данные, становиться на воинский учет и по приказу возвращаться назад, подождите, эти люди в большой своей части зададут вам вопрос. Ребята, скажут эти люди, которые уехали, мы же дали вам денег, вам, ну через там военкома, там медкомиссию, короче, не важно, там 3, 5, 8, 10, 20 тысяч долларов за то, что мы купили у вас, то есть мы вам дали, они говорят, взятку, а вы взяли, они говорят у нас взятку, и в принципе товар, ну товар, деньги произошел, обмен. То есть вы сегодня как бы продали нам, там, обелетили выезд, а сегодня хотите нас переобелетить, что ли? Вы понимаете, что, во-первых, это будет колоссальный провал в рынке труда в середине Украины. Это будет катастрофа. Ну, люди, которые живут на Печерских холмах, пришли туда с 95-го квартала, ну и в принципе они, ну, никогда в своей жизни ничем, кроме там кучки ларьков не управляли, они в этих масштабах вообще не ориентируются. Но вы же поймите, что миллионы уехавших, понимая, что вот это стадо дурачья, принимает такие законы и хочет, чтобы по ним жили, они тут же отбросят последние сомнения, возвращаться в Украину через полгода, год. То есть, ну все-таки миллионы людей, которые уехали, они, ну, до принятия этого закона планировали вернуться. Они детей своих онлайн учат в украинских школах. То есть, дистанционно они не ходят в местные школы, там, польские, немецкие, французские, они все-таки в украинских школах. И вот теперь после этого закона они скажут, да ну вас нафиг. И пойдут со следующего года уже, ну, из-за вот идиотов, которые принимают идиотские законы, они пойдут и скажут, да ну его нафиг. Если государство к нам относится так, то тогда, наверное, нам придется менять государство. То есть, они уже уехали. Вы, вместо того, чтобы придумать законодательно, как этих людей привлечь? Сказать им, ладно, вы как бы там находитесь, и сказать им, тогда как-то помогите, что-то сделайте, поучаствуйте. Ну, ведь коню понятно, ну, ежу ясно, что толпа уже уехавших туда не вернется назад, потому что вы для призывников не обеспечиваете. Во-первых, вы же все разворовываете. У нас Министерство обороны, в отличие от вооруженных сил, это Министерство воровства, воюют вооруженные силы, а через Министерство обороны Зелинский ворует с помощью своих помощников. То есть, вот эту форму, продукты, да все, вместо того, чтобы обеспечить, грубо говоря, 200 тысяч гривен на передовой, 100 тысяч гривен тем, кто возле передовой, механикам, тем, кто помогает рядышком, обеспечить огромные деньги, форму, обслуживание медицинское, идеальное, эвакуацию с передовой, вместо того, чтобы обеспечить в случае гибели, вот гарантии семье выплат, вместо того, чтобы провести колоссальную государственную работу, чтобы люди, как в Израиле, сами из-за границы ехали, понимая, зачем вы драконовскими методами пытаетесь нанести максимальный вред Украине, вот только для того, чтобы самим лично нагомячить и вцепиться зубами во власть. Вот какие люди принимают такие законы. Закон бездумный, закон оторванный от жизни, в которой живет 95 жителей Украины. Не забывайте подписываться на мой влог. Обязательно распространяйте правдивую информацию в тот момент, когда у нас украли свободу слова единым марафоном лайки, комментарии, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.